это лимитированная желтая спек си тираж именно в этом цвете всего 70 штук по всему миру ребята местные его доработали просто максимально учитывая все всем привет дорогие друзья меня зовут баур это канал made in kz и сегодня я вам расскажу про быстрый мощный широкий низкий громкий subaru impreza vrx sti spexy давайте кратко расскажу про историю марки subaru subaru в начале 90-х участвовала в ралли на модели legacy но так как legacy уже стала не конкурентной начали инженеры производить новую модель конструировать именно с упором на спорт на то что эти автомобили будут участвовать в ралли и создали модель impreza impreza легкие жесткие на скручивание кузов начал приносить плоды и девяносто третьем четвертом пятых годах они несколько лет подряд занимали призовые места то время пришла популярность пришла известность именно марки subaru благодаря модели impreza соответственно vrx значит world ралли extreme то что эти модели участвовали в международных чемпионатах по ралли sti sti это заряженная максимально заряженная версия турбовых subaru именно impreza и других моделей impreza начали выпускаться как я сказал ранее с начала 90-х годов по 2000-е года первое поколение кузов назывался gc хэтчбэк назывался gf далее с 2000-х пошел гузов gd лупатка gda конъюнктивит gdb и лисичка так называемая gdbf следующее третье поколение представленные автомобили это грб также был седан в кузове гвб кузов грб вышел немного иным поклонники марки разделились на два грб лишилась безрамочных дверей выпускалась поначалу только в кузове хэтчбэк со временем поклонники поняли что дух subaru в ней остался а рамочные двери они добавили в комфорте машине стало тише и немного безопаснее то что вторую машину на нашем обзоре на нашем канале мы решили снять именно subaru неспроста когда мне было 18 лет я только получил права с японии можно было завозить машины и тогда первым своим автомобилем я приобрел турбовый subaru за свои деньги это была максимально быстрая машина первый конкурент lancer revolution стоил дороже и в обслуживании и первично gtr и стоили вообще небесных денег но это не просто в рейкс сти это лимитированная в данном цвете это оригинальный кстати и цвет завода выпускались только для внутреннего рынка японии желтая spexsi тираж именно в этом цвете всего 70 штук по всему миру что значит spexsi spexsi это облегченная версия самый мощный subaru здесь тоньше стекла меньше бак алюминиевый капот алюминиевая крышка багажника еще какие-то изменения входовой какие-то усилители распорки об этом чуть позже вам все расскажу но чем примечательен этот экземпляр и почему на нашем канале мэренький z потому что он помимо того что очень крутой и лимитированных завода он стал еще круче потому что ребята местные его доработали просто максимально учитывая все по доработкам этого автомобиля здесь не осталось практически ни одной детали которая не была усовершенствована или заменена кстати про надежность этих марок ходят легенды и в подтверждение этих слов могу сказать что здесь стоит 4 по счету двигатель завода на версию spexsi ставился 207 двигатель с турбиной vf53 сейчас же здесь установлен 257 двигатель то есть объем увеличился с двух литров до два с половиной турбина стоит precision 62 66 ген 2 на керамическом шарике на нержавеющей горячей части полностью усилен двигатель огромный спект лист я его закреплю в описании то что перечисляете у меня уйдет очень много времени стоит шестиступенчатая коробка она очень мощная на subaru с роликом по тормозам завода здесь ставится brembo gold сейчас здесь стоят brembo big break kit с диаметром диска 395 миллиметров почти 40 сантиметров в диаметре доработали полностью салон снаружи мы установили обвес стиле варис обвес кстати делали ребята частности я принимал участие в изготовлении этого обвеса автомобиль красился но тем не менее это родной по вину его цвет он для многих непонятен желтый яркий но на самом деле это лимитовый цвет в которой красились только автомобилей спекси хочу рассказать про экстерьер данного автомобиля автомобиль самый широкий в этом кузове на просторах нашей страны он увеличился добавил 10 сантиметров в общей сложности обвес повторяет японский обвес варис на этот кузов но здесь оставили родной передний бампер рестайлинговый и из продолжили расширение на него кажется самое красивое гармоничное решение на этот кузов заднее расширение у нас тоже в стиле варис также у нас есть передняя губа карбоновая она к сожалению сегодня не стоит потому что очень низким получился автомобиль непригодным для каждодневного использования также есть задний карбоновый диффузор он тоже сегодня не стоит а мы тут повесили сплиттера на пороге продолжения крыла переднего есть огромный задний спойлер его тоже не устанавливали честно говоря куча запчастей изготовили тоже канарды машина имеет заднюю оптику тюнинг оригинальной японскую и как сказал генри форд машину красят ее колеса колеса здесь непростые колеса здесь максимально широкий для 18 размера это волк racing за 40 шириной в 12 дюймов и вылетом плюс 20 натянута резина в прямом смысле на эту ширину натянута 295 резина это полуслики hankuk по внешности в целом в принципе все интерьер тоже не обделили вниманием первое что бросается в глаза это обилие датчиков 6 датчиков дефи advanced bf серии один датчик метанола и шелезе а ем оптитроновый щиток приборов анатомический руль затянуты в алькантару gt-spec короткоходная кулиса перри все зашито в алькантару потолок панель приборов музыка крутая сзади несколько усилителей два сабвуфера ковши от subaru brz зеркало модное безрамочное тоже от brz я не знаю куда ни посмотри везде доработана покрашена переделана улучшена крутой салон очень удобно несмотря на то что это гонка и многих она призвана наказывать на дорогах в музыку тоже вложено немало средств здесь установлена голова пионер sound stream сабвуферы gladden усилители и morelli лад акустика здесь видно распорку распорку под капотом если поднять этот автомобиль мы вставим фотографию все днище в распорках куска также здесь установлена система вода метанола впрыска вода метанола аквамист что значит вода метанол сюда заливается чистый спирт в первую очередь это повышение октана снижение температуры в камеры сгорания и устранение детонации на стенде этот двигатель выдал 630 колесных сил и 750 моментов теперь вишенка на торте самое интересное и самая дорогая часть этого автомобиля я не просто так оставил ее напоследок расскажу вам про железо поверхностно все максимально развернуто найдете в описании если вам интересно сколько это стоит может загуглить в интернете кратко расскажу что я вижу здесь есть еще подсказки удобно направляшка воздуха перед кой рад радиатор периновский патрубок кстати кастомный диффузор под вентиляторы спал такие вентиляторы ставятся с завода на lamborghini aventador далее у нас здесь облегченный tatachi аккумулятор упор главного тормозного цилиндра перин также можно увидеть стойки fulltap от очки с распорка куска тиаловский перепускной клапан тиаловский гейт турбина ранее говорил про нее это прессижен 62 66 ген 2 на шарикоподшипники все покрашено порошком специальная краска тоже заказывалась с америки топливные рейки перин форсунки 1600 инжектор динамикс топливный регулятор перин сепаратор масляный сепаратор именно масляный тоже перин в общем куча куча вещей это все вместилось сюда и вместилось так как многие автопроизводители не собирают в общем ребята из лады вам надо брать пример как собирают нормальные тачки смотря поглядывая на проекты как этот огромный респект хозяину я думаю нужна огромная выдержка куча времени чтобы изучить что сюда подходит как подходит я еще не говорил про то что внутри этого двигателя какие здесь шпильки какие здесь поршня шатуны коленвал это все будет в спек листе потому что про это говорить займет очень много времени в общем закрываем я уже устал про это рассказывать поехали кататься а а а В общем, давайте теперь поделюсь С впечатлениями от вождения этого автомобиля Мы весь день на нем катаемся Это действительно спортивный автомобиль Жесткие педали Керамическое сцепление При старте При движении в городе Дает о себе знать Она изначально была праворульная Мы говорили, что спекси Производилась только для внутреннего рынка Японии с правым рулем Здесь руль перекинули Рейку поставили стишную Она максимально короткая Автомобиль, благодаря доработкам В том числе Фуллтабом HKS Распорком куска Рулится очень остро, понятно По-спортивному Это не гражданский автомобиль Кулиса короткоходная Честно Сколько автомобилей не обозревал На скольких автомобилях не ездил Такую короткую четкую кулису Это впервые Сидеть удобно Ехать медленно на этом автомобиле Сложно Он провоцирует подать Включить передачу пониже Выйти на буст Кстати, за счет того, что здесь Турбина на шарикоподшипнике На буст она выходит довольно рано В зависимости от передачи Плюс-минус это Чуть меньше 3000 оборотов Я не знаю Ускорение Камера начинает болтаться Так бы я вам Ускорение Плюс Сергей Короче, автомобиль не для города Гонять у нас нельзя Не советую гонять Всегда, ребята, пристегивайтесь Но Subaru Особенно доработанная Топовая STI SPX Это кольцевой автомобиль Кстати, состояние у автомобиля Именно по технической части Сравни новому Все включается четко Понятно Пару слов хочу рассказать Про систему DCCD Это дифференциал С изменяемой степенью блокировки Здесь можно полностью залочить Или распределить момент По осям Штука удобная Полезная В зависимости от покрытия Можно менять момент И немного менять Поведение автомобиля На дороге Много можно говорить Про Subaru Вот сейчас у нас Есть промежуток Где можно Чуть-чуть навалить Потому что нет Сергеков Меньше слов Самая основная фишка Этой машины То, как она Разгоняется Кайф Равных Заряженным Subaru Очень мало Автомобилей Поэтому Я думаю За свои деньги Это наверное Лучший выбор То есть Если вы Обладаете бюджетом И у вас Нет возможности Купить какой-нибудь Porsche 911 Turbo S Или Последний GTR То Subaru Это Тот автомобиль Который может вам Подарить Те же эмоции Ту же динамику Разгона За Меньшие деньги Кстати Данный автомобиль Находится в продаже Так как Хозяин Переезжает В другую страну Если вам Интересно Я укажу Страничку Владельца В описании Видео Вы можете Писать ему Дайрект Я думаю Это один Из немногих Автомобилей Который мне Действительно Понравился Среди Субариков В достойнейшем Состоянии Никаких Вложений Снова Захотелось Subaru Время уже позднее Скоро Будет Рассвет Мы Завершаем Наш обзор По этому Автомобилю И перед тем Как поехать Отдать Этот автомобиль Хозяину Хотелось бы Поделиться мыслями Которые возникли За весь этот день Огромное Уважение И благодарность Ребятам Которые В очередной раз Выражаю Которые продолжают Заниматься Усовершенствованием Техники Развиваются в этом Разбираются в этом Заказывают Какие-то Запчасти Интересные решения За границей Топовые решения Становятся Дистрибьюторами В нашей стране Открываются Профессиональные Сервисы Которые Это все Устанавливают Ребята Развиваются В настройке По завершению Проектов Это все Грамотно Настраивают Это все Естественно Введет к тому Что Это направление Развивается Появляются Специалисты И В конечном итоге Положительно Это все Влияет Также На экономику Нашей страны Поэтому Ребята Которые Там Наверху Принимают Законы Перед тем Как Запрещать Я не знаю Переоборудование Автомобиля Или принимать Какие-то Другие Законы Давайте Более Детально Углубимся В тему Поймем Что можно Запретить Что в принципе Можно оставить Это все Проверено Сертифицированные Вещи За границей Поэтому Давайте Давайте Не будем Рубить С плеча Давайте Будем Развивать Потому что Эти ребята В один Прекрасный День Могут Произвести Наш Отечественный Интересный Автомобиль Конкурентно Способный На мировой Арене Всем Спасибо Всем Удачи И пока Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки А я поехал Кататься У меня еще Пару часов Есть Есть Субтитры подогнал «Симон»